Посмотрим на моего любимого игрока Рубла после комбинатора, вот. Я смотрю профессиональный зомби, ну вот так вот. Пятиагильный, а где силовой волк? А где силовой волк? А где волк? Что с волком случилось? Съели? Самое смешное, ребята, что некры, некры, стоят столько же, ну, пятьдесят тысяч на девочку Бладвайзер. Посмотрите на команду Вассака, посмотрите на команду некров и задайте себе вопрос, как бы, как же так? Я понимаю, что там, типа, качественные замены, но оно точно того стоит? Ну, силового волка не хватает, конечно. И Вассака спустя сколько? Четыре сезона, по-моему, получил первую МБ Клавсу. Я считаю, что надо на форуме всем пойти и поздравить его. Я сейчас проверю. Сколько сезонов Вассака играл до... Да, на четвертый сезон, ребята. На четвертый сезон Вассака смог добыть МБ Клавсу. Это потрясающе. К вопросу о том, когда начинают башить ХД. У Вассака нихрена нет. Слушай, у Вассака, если закрыть глаза на вот этого паренька, отлично прокаченные... Скажем так, примерно равна отлично прокаченная команда с еще с двумя хорошими статапами. Я вижу только один мусорный навык, это борьбу на... на Хобесе, которая вот так вот получилась. У Вассака все хорошо. Что именно расшифровать Штермагеддон? Знаменитый голем с подкатом. Ну, это, конечно, не теневой голем, но неплохо. Слушайте, по-моему, теневой голем тоже у Дарки был, или нет? Не помню. По-моему, у Дарки. Ну, у Дарки такая команда, как бы... Интересная, я бы сказал. А, силовой волк-то подох, ребят. Да, силовой волк подох, я проверил. Не, вру, у него не было. А, у него был крутой флеш-голем Ельцин, который Джинни лицо поломал в свое время. А, Коба убил силового волка. А был... Был и теневой черк, и был теневой голем в одном сезоне Рубла, понимаешь? И неправильно толкнул. Надо было толкать на флеш-голема. Ну, наверное. Я не думаю, что стоило оставаться. Я понимаю, что здесь гард, но... Так, окей. Просто волк под ударом остался. Волка сейчас заедет МБ Клавса, я вам гарантирую. С этой позиции волка едет МБ Клавса при... А, нет, ладно, теперь не едет. Ладно, окей. Теперь МБ Клавса едет в гарда. Окей, тогда ладно. А зачем подкат на голема? Ну, для того, чтобы ставить его на универсалов, и универсалы никуда не убегут. Это не такой плохой ап, как кажется. Это плохой ап, потому что он был первым. Вот когда у тебя первым апом подкат на флеш-големе, это говорит о том, что очень, очень, очень много игр ты будешь качать игрока. Подкат отлично сочетается со стенд-фермом. Вообще без вопросов. Я просто говорю, качать это было, наверное, мучительно. Я так смутно догадываюсь. Качать это было мучительно. Во всем остальном это отличный ап. Я просто не знаю, какие нужны было, как нужно было мучиться, чтобы это сделать. Самое смешное, что пятая гела может спокойно ехать в мяч при желании. Ей ничего даже делать особо не надо. Ощущение, что Дарки задумал что-то плохое. Типа кубы в мяч? Слушайте, да, Волк дает в мяч. А, нет, он закрыл проход. Он мог не подходить, толкнуть сюда, и Волк ехал в мяч. Ну, ладно. А, ну, окей. Ха-ха, окей, ладно, нормас. Скаттер плохой. Но Волч, Волчек молодец. Волчек молодец. Такой Волчек делает разницу, конечно. Чувствуете, да, как сочетается восьмой мув, пятая гела, ребята? Волк страшный, конечно. Тут надо было освобождать Гарда, действительно. Очень приятный пробой, чтобы Гард встал сюда. Это правильная игра. Спасибо Регину, который спас. Вот, Дарки многие недооценивают, но он иногда действительно играет очень круто. Без шуток. Убивает всю позиционку. Я бы сказал, не то, что он убивает позиционку. Он, наоборот, дает опции для позиционки. То есть, это игрок, который действительно, ну, хорош. Но Волки вообще сломаны. То есть, агила или сила на Волке, это очень... Очень жестко. Не, ну почему только на моем стриме? Ой, как, ой, как, ой, как важно это было кинуть. На стриме Пупка тоже там про Дарки рофлили, я помню. Ну, просто у него очень такой взгляд... Нет, не знаю, Ситар, расскажи. У него очень такой специфический взгляд на игру, но он по-своему рабочий. То есть, Дарки как раз умеет делать вещи, которые ты не ожидаешь. Я бы так это описал. То есть, у него довольно высокого уровня позиционка. Но если бы он, скажем так, почаще играл на более адекватных паттернах, цены бы ему не было. Да, он настольщик, по-моему. Ну, в нем чувствуется вот эта вот... Настольная игра, я бы сказал. А, ты имеешь в виду войтов, которые призраки будут. Так они у андедов, по-моему, такие же, нет? Это я слышал. По-моему, у андедов и у некров одинаковые, не? Безрукие войты. Они как бы призраками стали, как я понял. У них же те старые, а у некрасов новые. А у них только сайдстеп или еще что-то? А какие у них статы? Ой, ой, как неприятно. Ах ты ж! Ну, это смерть, ребят. Не, ну, теоретически, можно оставить пятиагильного волка, но минус... Ну, это не знаю. Напомню, это, видимо, такой теперь будет, как бы, блицер этих. Как их называют-то? Забыл название-то, а? В общем, теперь это как блицер про эльфов. Только без рук. Я, правда, не понимаю, в чем прикол такого, но окей. Хорошо, Дарки напрягал, пока Васага его не задайсил, как бы это ни звучало. Но что-то резко так, знаете, вот столько пробоя залетело из ниоткуда, в общем. Особенно, конечно, обидно по волку. Не, ну, говорю, волчика все-таки с минус силой, скорее всего, лучше выкинуть. Так, сейчас посмотрю картинку. Войты. Так, ага, блок. А, у них еще и мерзкий вид, да? Я правильно понимаю? И выход в силу все такой же есть. Ну, короче, пон... А, у них... Ага, ага, я понял. Прикольно, прикольно. Смотрится интересно. Кстати, флеш-голема миниатюрка крутая. Вот. Только, блин, от цвет бумаги призрака закрывает картинку. Да? Я правильно понимаю? Сика, а? Блин. Ну, к слову, это довольно сильный баф некров, я считаю. Ну, а с другой стороны, при таком сетапе некры теперь обязаны брать обеих гулей, потому что, ну, как бы, волки, третий агила с мячом и гули. То есть, если выбить всех гулей и этих, то играть в мяч очень тяжело. Да, 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 вот ты меня понял. Ну, слушай, с учетом того, что у них мерзкий вид и сайдстеп, они стоят, типа... Обычный, сейчас, понимаешь, у дедов вайт стоит 90. И у него нету сайдстепа и мерзкого вида. Ну, руки, правда, есть, конечно. Кому они нужны, правда? Так что, нет, это как раз-таки... Это хороший баф. Мне что-то захотелось прикупить миниатюры по блатболу. Играть... Играть я в это не буду, но миниатюрку мне захотелось. Как бы это странно не звучало. В смысле, не могут дать пас? В смысле, у них... А, у них вообще нету, типа, броска на фон. А, пас. То есть, подожди. Стат паса может быть ноль? Или как это работает? Красить гемор? Ну, это да. Это да. Ну, возьму, если что, пару уроков у спиритолога. Из-за уменьшения игроков с третьей гило это плохие войты? Ну, просто некры потребуют еще более осторожной и аккуратной игры. По факту. То есть, эта команда стала еще сложнее. Но при этом... Скажем так... Во время надежных игр Некры стали сильнее. На порядок. Но вот в ненадежных играх, конечно, да. Говно жопы. Если говорить серьезно. Это обоюдоострый меч. Это обоюдоострый меч. Оно может играть и так, и так, и вдоль, и поперек. Ну, мне пока не очень нравится количество раз, которые они предложили. То есть, там пока же... Ну, я говорю про компьютерную версию. В компьютерной версии пока предложили совсем мало раз. Если мне не изменяет память, да. Там всего 12, по-моему. Я знаю, что на выходе ББ было как бы там тоже тыр-тыр-тыр. Но все-таки. То есть, я могу сказать, что из тех раз, что анонсировали, я вообще ни на чем не хочу играть. Ну, кроме гномов, может. И мне очень не понравилось, как изменили... Нурглей. Ну, мне новые Нургли показались еще слабее старых. Я помню, что ББ-2 стартовал с восьми раз. При том, что две были как бы DLC-шные. Ну, просто я вот смотрю, ну, типа, как бы... Из новых раз черные орки и имперцы, ну, как-то... Ну, черки, конечно, забавно выглядят, без вопросов. В черках, наверное, что-то есть. Но все равно не хочу. Нет. Сложные какие-то выборы. За демонов Корна я бы поиграл, кстати. Мне очень нравится... Блад Систер. Он прям вообще офигенный. Это самая крутая минька, которая есть, я думаю. Ну, если она будет, да, там. То есть у него... Это лучший Биг Гай, абсолютно. Вот это... Это реально лучший Биг Гай в игре. То есть это Биг Гай, который выглядит, как Иисус среди Биг Гаев. Вот так вот. Если его, конечно, там не перейдите, а еще он будет. Вот. Сейчас я вам просто... Я не все помню, я почти все помню. Сейчас. То есть, смотрите. У него шестой мув, пятая сила, единичка Агилы, девятый армор. И при этом Френзя, Клавса, Рога, Джага и Реген. Он, конечно, стоит просто дохера. Он стоит просто дохера. Вот. Ну, я не знаю, как это правильнее произносится. Да, он к жаждущей крови. Просто жажда очень специфически произносится. Извините, у меня не оксфордский акцент. Вот. Видите, он стоит 180к. Честно говоря, я бы за всю команду у Демонов Кхорна играл бы тупо ради него. Но там вообще очень специфическая команда. Просто я бы сказал бы, что Демоны Кхорна это команда, которая наиболее близка по стилистике. Это смесь Андедов и Норсов. Я бы так это. Кровожат. Да. Это смесь Андедов и Норсов. Я бы так это выразил. Только Йетти не помоечный, а крутой кровожат. Вот так вот. А еще линейки очень крутые у этих. У Демонов Кхорна. Грустный пока матч для Дарки. Одни потери. Опа. Слушайте, ладно. Немножко сует вас сага. Единственное, что я бы их разбавил какими-нибудь другими позиционными игроками. О, ребят. А на Фамбле начали добавлять новые расы. Типа, они добавили расу Снотлингов официальные. Лол Кек. Я только сейчас обратил внимание. Да, ребят. Они на Фамбле официально добавили. То есть, смотрите. Они добавили Снотлингов. Они добавили Олд Ворлд Альянс. И все вроде. Ну, они добавили две новых команды. А Некров они изменили? Нет, еще нет. То есть, у них теперь есть, типа... Сейчас я посмотрю Олд Ворлд Альянс. Это значится Огр. Два Халфлинга. Тролль Слеер. Блицер. Раннер. Два Блокера. Блицер. Еще один с Анимосити. Непонятно какой. Тровер, Кетчер и куча линеек. И там у части игроков есть Анимосити. Часть нет. Забавно. Но там написано Олд Ворлд Альянс. Там не написано подробнее. И они предлагают официальный ростер брать такой. Значит, два Реролла, один Хаффлинг, два Дварфа Блокера, Тролль Слеер, Дварф Блицер, Огар, Хуман Лайнмен, Хуман Тровер, Хуман Кетчер, Хуман Блицер. Понятно. Прикольно. Но вот они добавили их официально на Фамбл. А Снотлинг, сейчас посмотрим. Два Тролля. Олвис Хангри. Окей. Майти Блоу, Тубка, Реген и Бросок. Два Памп Веганс. Как я понимаю, Памп Веганс это типа каток, но только Снотлинговский. И их два. Но у него не седьмая сила, а пятая. Зато, да, и это секрет вепон. То есть ДП, Джага, МБ, Реали Стюпид, Секретка и СФ. Да, это маленький каток. О, Профя играет. Это маленький каток, ребята. Это Снотлинговский каток. Прикольно. То есть у них будет четыре пятисильных игрока. Значит у них есть еще... Ой, как не повезло. Фунгус Флингас. Это... А, у них две бомбы. У них две своих бомбы, ребята. Подождите, это... Нет, подождите, это... Это что за... Это Снотлинги? Но при этом у них типа... Это как бы... Точно Снотлинги? Ну, Снотлинги, да. То есть у них еще две бомбы? А, два прыгунка? Ну, опять же, со статами Снотлинга. И два... Стил Тираннос. Это значится... Додж, Сайдстеп, Спринт и Станти. Понятно. Ну, и остальные обычные Снотлинги. Понятно. Слушайте, прикольно. Ну, то есть я играть на такой параши никогда не буду. Но выглядит клево. Не, ну, слушай. Значит, быстро пропускают. Они могут просто выйти говеным сетапом на деф. А потом выйти в четыре, бегая, пихать тебе четыре МБ в лицо, фалить. У них два бомбардира. Я не удивлюсь, если у них еще и... какая-нибудь есть... специальное это... ну, взятка там, что-нибудь такое. Я не знаю. Может, есть. Надо посмотреть. Тут не написано. А, да. У них... у них дешевые взятки. Тут написано. You get cheap bribes like goblins, so use them. И второй совет. If you want to win, maybe try not Snodlings. Ну, на рубле есть какие-то темы, только они не очень полные. Слушайте, прикольно. Команда выглядит интересно. Я имею в виду команда Snodlingov. Что-то в ней такое присутствует. Ну, чисто по фану. Она, конечно, выглядит не так разнообразно и гибко, как goblah, но в ней тоже есть свои приколы. Ну, правда, вот, альянс старого мира выглядит еще более упорото. Ну, это команда для того, чтобы пиропан кайфовал. То есть... Это и гномы, и орки, и халфлинги. Это пиропан. Окей, Хазил, будет круто. Дай знать, как бахнешь. Ой-ой-ой. Не хватает, конечно, доджа этому пареньку. Вот если бы вместо борьбы был бы дубль и выпал бы додж, было бы идеально. Ну, это я так. Ну, вообще, кстати, если говорить серьезно, если говорить серьезно, Хумановский альянс выглядит круто, за исключением одного малюсенького момента. Ой, какая шара приятная. Негла! О, Васага спас, молодец. Я хотел порадоваться, но если я порадуюсь, придет Васага и начнет меня материть. Вот. Весь ростер с лоунерами? А-а-а! Лол, я не заметил. Ну, не весь лос. А-а-а, гномы все лоунеры. И халфлинги лоунеры. Ахуманы с анимосити. Блин, это шляпа, конечно. Я, кстати, не заметил Дон Кихот, ты прав. То есть там линейки, кетчер, линейка, линейки, кетчер, тровер, блицер, анимосити. А-а-а, блокеры, раннер, блицер, тролльслейер, халфлинги и огар. Ой-ёй-ёй. Ой, как обидно. Что-то вообще пока уничтожают это. Дарки. А я слышал еще вроде прикольно, что у огров, у огров, вроде как снотлинги теперь не будут стоить денег. Это замечательно. Честно говоря, странно, что этого не было раньше. Это умная идея, на мой взгляд. В хорошем смысле это то, что нужно. А-а-а. Хорошо перекрылся Вассага в этой ситуации. Если бы у гномов не было бы Лонера, команда выглядела реально бы сильно и разнообразно. А так, смотришь, тут тебе и анимосити, тут тебе и Лонеры. И, короче, как бы первая дабла ставит тебя рачком сразу. Но, правда, прикольно, что как бы это суперфункциональная команда. Типа, хочешь пасовать? Пасуй. Хочешь... Я сейчас, подожди, я сейчас секунду, я так отвлекся на секунду. А, про снотлингов серьезно. Да, я слышал об этом. Там есть шанс выйти на поле в большем количестве. Это правда. Три плюс... Три эр и два плюс на гол, да? Или не пойдет забивать. Не, решил без эр и раз забить. Ну, хороший гол. То есть, хуманы могут и быстро бегать до сих пор. Ну, так. Средне бегать, ладно. Там только Блицер и Кетчер с восьмым мувом. И могут подраться за счет блокеров гномов. И могут хауфлингами залезать всякие дыры. И могут... Был Блиц, кстати, у вас сега на 1-1. Окей. В общем, прикольно. Хуманы могут все, но немножко. И вантерн у них есть, кроме проталкивания в виде броска. Ты посмотри на скиллы тех блокеров. Ну, блок, лонер, такл и крепкий череп. А че не так? Стандартные скиллы. Только... Да нет, стандартные скиллы. А че с ними не так? Абсолютно, абсолютно стандартные блок... Эти... Гномы. Там не классические гномовские блокеры? Как не классические? Ну, на фамбле там стоит классический блок. Может, они новые скиллы еще не ввели? Я могу это допустить. Ну, а тут стоит классический блок. Блок, лонер, такл, крепкий череп. Мне не нравится, что рероллы этих хуманов стоят по 70. Это дорого. А я видел, кстати, что... Че-то я слышал про какого-то юнита, который будет занимать не одну клетку, а четыре клетки. Какой-то старплеер. Где-то я видел какие-то разговоры о том, что будет старплеер, который занимает четыре клетки, но я хз. Он дожил до продолжения или это только осталось на стадии концепта? У них, кстати, есть еще прикольная команда, которая неофициальная, как и... У них, как бы, на сайте есть, типа, ростеры официальные и три команды, которые полуофициальные. Есть еще куча фановых ростеров, типа, команд, которые... Как это правильнее сказать? Да. Ну, которые просто сообщество придумало, типа, команды этих... Веревульфов. Вот так вот. То есть там команда, что у вас вот все игроки, это просто хуманские линейки, но перед началом матча ты кидаешь 6 плюс бросок, и кто кинул шестерку, превращается на матч в волчиков. Вот так вот. Так вот, а у них есть команда этих обезьян из Вахи. И смотрите. Значит, у всех обезьян есть экстра... Арм, вот так вот. И, значит, одна обычная линейка обезьян 6-3-3-7. И выход в генерал скиллы. Потом есть два орангутанга. У них сильная рука и экстра рука 5-3-3-8. Шимпанзе 2-7-3-3-7. И у них рессл. Четыре гориллы 5-4-2-8. И у них граб. Ну и тоже есть, собственно говоря, экстра армия. И, кстати, у силовых горилл выход в агилу и силу, но нет выхода в дженерал. Забавно. И вот есть еще их стар... Ой, не старплеер. Биггай. Сильвербек. 5-5-1-9. И у него тоже экстра рука. Граб. И майте блоу. Забавно. Смешная команда. Зато всегда может в мяч поиграть. Вот так вот. То есть у тебя есть и 2 сильных руки Тровера, у которых выход в пас. И есть, типа, такие, типа Гули, шимпанзе. И есть силовые гориллы с грабом. Вот так вот. Смешная. Клевая тима, кстати. Слушайте, я бы такой командой поиграл бы. Мне нравится. Хотя седьмого армора многовато. Это клевая идея. Не хватает немножко кастомных команд в игре, мне кажется. Чисто по фанчику. Еще пробойчик. Честно, выглядит ОП. Но это специфическая команда. То есть... Она какая-то вроде как... Это чем-то Завров напоминает. Не знаю почему. Только Завров, у которых каждый игрок может поднимать мячик на 2+. И ловить на 2+. Это какие-то супер-универсалы. Вот так вот. А вообще это расизм, что, типа, обезьяны лучше с мячом работают. Ужас какой. Ну, забавно видеть команду, где у всех есть экстра-армсы. У меня на эту тему была одна идея. Вот так вот. Ща расскажу вам. Субтитры создавал DimaTorzok